Отсутствие нормального водоснабжения, некачественная медицинская помощь и бездорожье. Жители Килии Одесской области сегодня обсуждали, как можно решить все эти проблемы, поскольку шанс что-то изменить появится буквально через неделю, когда во многих районах страны пройдут выборы в объединенные территориальные громады. Территория Килийской объединенной громады это город на Дунае и несколько прилегающих сел. Некогда крупный промышленно-транспортный узел сегодня в упадке. Предприятия закрылись, многие уехали за границу на заработки, в местную казну, соответственно, отчислений не поступает. Отсюда проблемы. Разбитые дороги, больницы в ужасном состоянии, как и коммунальное хозяйство. Хлебзаводов нету, строительных организаций нету, завод судоремонтный на грани остановки, порт тоже там еле-еле работает. Все. Как и многие жители, Владимир верит, что предстоящие выборы в ОТГ помогут изменить положение дел. Аграрная партия выдвинула на них 34 кандидата в депутаты горсовета громады и своего претендента на пост главы ОТГ. У нас полностью сформирована команда. У нас есть те люди, которые работают на заводе, начальники механических цехов. У нас есть юридичная команда, керевники сельхозпредприемств. Мы простые люди, которые тут живем и никуда не уезжаем. На митинг в центре Килии сегодня приехал и лидер аграрной партии Виталий Скоцик. Главная особенность политсилы, по его словам, это то, что она состоит из людей, до недавнего времени не занимавшихся политикой. Мы считали, что наибольшим уровнем патриотизма есть наибольший уровень профессионализма. То есть, работать на своем месте, создавать рабочие места. Когда мы подняли голову, мы увидели, что за этот период времени, пока мы так работали, государство на самом деле никто не строил. Поэтому вот эти люди, которые были поза политикой, сегодня влились в аграрную партию для того, чтобы перемогать на выборах и не стать ответственными за жизнь людей сегодняшнего дня тут. Сейчас кандидаты составляют своеобразный реестр насущных проблем Килийской громады. Ходят по домам и спрашивают у людей, чтобы после выборов начать искать решение. Наша задача зайти в каждый двор и у каждого узнать его проблему, как он видит ее решение и совместно уже разработать план действий совместно с людьми. И под их контролем это делается. В общей сложности предстоящие выборы пройдут в Украине в 40 объединенных территориальных громадах. Голосование состоится 29 апреля в следующее воскресенье. Константин Редин, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер, Одесская область.